Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аля, и в сегодняшнем видео я хочу поделиться своими книжными покупками. Если вы смотрите мой канал, то вы знаете, что я совсем недавно вернулась из Петербурга. Я живу в Латвии, здесь у нас книжный выбор не очень большой, а то, что есть, стоит очень дорого на русском языке. Поэтому каждый раз, когда кто-то у нас с семьей едет в Россию или родственники из России приезжают к нам, нам привозят горы книг. Здесь у меня книги на самые разные темы. Ой, очень тяжело. Мой чемодан из Петербурга весил 40 килограммов. В этот раз у меня нет ни одной книги, которая была бы художественной литературой. Вообще, в последнее время я почти что перестала читать художественную литературу. Мне хочется читать что-то, что я смогу применить в жизни, если вы понимаете, о чем я, или какую-то литературу по учебе. Кстати говоря, пока я еще не начала рассказывать про книги, хочу вам сказать, что макияж, который сейчас на мне, уже очень скоро выйдет на моем канале. Так что, если вы не подписаны, то подписывайтесь. Это тот же самый макияж из видео о том, как я подстригла свои волосы, которые вы у меня так долго просили. И он буквально через день после выхода этого видео выйдет на мой канал. Начнем, наверное, с книг об искусстве. Если вы знаете, если вы давно подписаны на мой канал, то вы знаете, что я учусь в Париже на факультете истории искусств. И меня очень интересует, понятное дело, литература на эту тему. В Латвии на сообщении нету раздела книг об искусстве, только какие-то иллюстрированные книги, которые, в принципе, не несут себе никакой информации. И в России, конечно же, мы были в доме книги на Невском, там огромный выбор книг об искусстве. И я выбрала себе две. Кстати говоря, у меня есть небольшой пост в Инстаграме о книгах об искусстве. Я оставлю его внизу в описании, там не все книги на русском, но если вдруг знаете французский, то вам будет очень интересно. Так, книги по искусству у меня две, обе очень большие, обе самые дорогие из тех, что я покупала. К сожалению, книги об искусстве стоят довольно дорого, что во Франции, что в Латвии, что в России. И начнем, наверное, вот с этой. Книга называется «Изобразительное искусство. Учебник для вузов». Автор Кашеркова. Я не знаю, если я правильно произношу. Книга стоила 1200 рублей, что довольно-таки немало, но она очень большая. И я хочу сказать, это была единственная книга, которую, когда я начала читать в магазине, я просто не могла остановиться, не могла выбрать, на какую тему мне читать. Как я уже сказала, это книга для вузов, но мне кажется, что здесь написано все безумно простым языком, поэтому любой человек, который интересуется искусством, может ее почитать. Здесь написано про каждое течение, про каждое движение, много всяких сносок, где объясняется тот или иной термин. И я хочу сказать, что мне это безумно полезно почитать на русском языке, потому что на данный момент вся терминология, которая у меня есть об искусстве, она почти вся на французском языке. И порой, когда я говорю об искусстве на русском языке, мне просто не хватает словарного запаса, потому что многие слова я знаю только на французском. Кстати говоря, у меня есть одно видео об искусстве, где я анализировала картину. Вы можете заметить, как иногда порой мне тяжело подобрать нужное слово, но я оставлю это видео тоже в описании, и, наверное, оно уже высветилось где-то здесь. Так что смотрите его, я его очень люблю, и мне кажется, мне удалось там показать искусство немножко с более интересной стороны, не с той, которую вам, может быть, преподавали в школе. Так что эту книгу я рекомендую всем, кто хочет начать изучать искусство, кто хочет просто разбираться в искусстве, кто хочет уметь поддержать разговор на эту тему, и просто чуть пополнить свои знания, потому что здесь просто всё есть. Здесь есть истоки искусства, и жанры, искусство классических цивилизаций, средние века, все древние Руси, стили и направления. И даже тут была целая глава об истории Санкт-Петербурга, что мне было очень полезно прочитать. Я это всё прочитала ещё будучи в Питере, и там действительно много классной, полезной информации, которую... Вот эта книга прямо, я заберу с собой в Париж и буду всё читать на русском языке. Это первая книга об искусстве. Вторая книга об искусстве немного другого типа. Это книга Паолы Дмитриевны Волковой. Книга, которую я, когда приходила в Латвию у нас в книжный магазин русский, это единственное, что мне говорили у нас есть из литературы об искусстве. Эта книга довольно большая, стоила она тоже 1200 рублей, даже чуть больше. И она содержит в себе три книги от этого автора. У неё всего, по-моему, их шесть. И она пишет в таком, можно сказать, повествовательном ключе, то есть без каких-то конкретных фактов, а просто как история, анализирует что-то. На самом деле я прочитала буквально страниц 30-40, и должна признаться, я думала, что книга будет читаться немного легче, поэтому я не уверена, будет ли вам интересно, если вы не учитесь на эту профессию, потому что многое, что она говорит в тексте, может быть, вам непонятно, в том числе и мне очень многое здесь непонятно, то есть какие-то имена, какие-то названия, хотелось бы немножко их разъяснить. Я взяла от истоков искусства до Возрождения, то есть от Древнего мира до Возрождения, поэтому, возможно, поэтому книга настолько тяжело читается, у неё также есть книги о современном искусстве, возможно, это будет чуть легче, потому что я в целом даже в университете особо не брала искусство Древнего мира, и много мне неизвестно. В целом, я думаю, что книга будет очень интересной, несмотря на то, что поначалу мне действительно её читать не очень легко. Следующая небольшая книга — это книга «Биография», можно сказать, «Интервью» Франсуаза Саган. Я уже прочитала, можно сказать, ну, наверное, половину. Эту книгу я вам рекомендую купить только если вы интересуетесь творчеством Франсуаза Сагана, и если вы знакомы хотя бы с тремя или четырьмя её произведениями. Мне кажется, что я прочитала большую часть их. Это небольшие романы, в основном по 120-140 страниц, которые легко читаются. Я также, когда учила французский язык, читала её на французском. Её романы очень лёгкие, очень романтичные. Я вдохновлялась ими, когда ехала в Париж, когда переезжала. Я очень люблю её как автора. У неё очень интересная биография, потому что слава её настигла довольно-таки рано. Около 18-19 лет она уже была известной во всей Франции. И по сей день мы все читаем её романы. Книга называется «Одиночество и любовь». Книгу совершенно нет смысла покупать, если вы не знакомы с её творчеством. Но если вы такой же фанат Франсуаза Саган, как и я, то это просто must-have на вашей книжной полке, потому что вы немножко с другой стороны начнёте оценивать и понимать её романы, её творчество. И она один из моих самых любимых авторов. Поэтому книгу я эту очень люблю и рекомендую вам. Следующая книга называется «Магическая уборка». Это книга Мари Кандо, японский писатель. На самом деле про эту книгу и вообще про её способ прибирать в доме мне рассказала ещё мама, порекомендовала посмотреть видео на эту тему на ютубе. У неё довольно интересный подход к приборке. Я, в принципе, не особо отличаюсь любовью к уборке. Но, тем не менее, люблю находиться в порядке, поэтому книга мне это очень помогает. Она действительно интересно описывает, как можно сократить время, проведённое при приборке дома, до каких-то там нескольких часов в год. То есть она научит вас не просто прибирать, а именно поддерживать постоянный порядок дома. Я эту книгу ещё прочитала не до конца, но если у вас тоже проблемы с наведением порядка и очень быстро квартира или дом загрязняются, то, мне кажется, эта книга очень интересная. Стоила она недорого, буквально 400 с чем-то рублей. Не обязательно, кстати говоря, сразу бежать и покупать эту книгу. Вы можете ознакомиться с её методами на ютубе. Мне кажется, что довольно много людей снимали видео по этой книге, как и на русском ютубе, так и на англоязычном. Просто введите на ютубе «Метод уборки кон-мари» или «Мари кон-до». Ну и следующие две книги не совсем в моем стиле. Я не особо люблю, вернее, не особо любила литературу такого вида. Это книги, можно сказать, по саморазвитию, по самодисциплине. Эта книга — это вообще история успеха. Начну я, наверное, с вот этой книги, которая называется «Горл Босс», о которой вы все, наверное, уже слышали. Если не слышали, то видели на фотографиях в Инстаграме. И я, честно говоря, не собиралась её покупать, потому что я уже смотрела сериал по этой книге. Если вы вдруг не знакомы с этой женщиной, я вам немножко расскажу. Ей зовут София Маруза. Она создательница сайта «Настигал». Мне кажется, в Европе и в России он не настолько известен, но в Америке это что-то типа Асоса. Огромный-огромный интернет-магазин одежды. Она была его создателем. Я смотрела сериал о том, как она начинала, как она начинала свою продажу винтажных вещей на eBay, о том, как она рылась в мусорниках, воровалась в магазинах, работала на всяких-всяких работах, и потом, как она пришла к успеху. Я не собиралась покупать эту книгу, во-первых, потому что уже смотрела сериал, во-вторых, она настолько уже была для меня клише, уже столько человек выставили её в Инстаграм, что мне не было никакого интереса её читать. Но потом, пока мы были в Питере, моя подруга купила эту книгу, и я перед сном у неё взяла её почитать. И мне настолько понравилось, что я в первый же вечер прочитала четверть книги и поняла, что эта книга, она просто мне нужна. И я пошла и купила её. Мне понравилось, что, несмотря на то, что книга рассказывает успех её как предпринимателя, но не все люди по своей сути предприниматели. Многие из людей, наоборот, стремятся работать по найму. Мне понравилось, что София в этой книге совместила и то, и то о том, как стать успешным предпринимателем, как сделать свой бизнес, как зарабатывать деньги, но и при этом у неё есть вторая часть о том, как устроиться на работу, как писать мотивационное письмо, как написать серии, на что она обращает внимание при наёме работников. И даёт классные советы, мне кажется, тому и тому типу людей. И в целом мне близка эта тематика одежды, винтажа. Если вы знаете, у меня есть небольшой магазин винтажных украшений в Инстаграме. Я только недавно начала его развивать. Книга эта очень понравилась. Я её прочитала буквально за несколько дней в захлёб. Написана легко, интересно, с какими-то иллюстрациями. В общем, если вдруг не читали эту книгу и не хотели читать, потому что уже все, мне кажется, запостили её в Инстаграм, то я всё же советую вам её прочитать, потому что меня она безумно вдохновила. Вдохновила на какие-то новые поступки, новые действия. Просто она мне очень понравилась. Я даже хотела бы прочитать её заново. Следующая книга — «Международный бестселлер», как здесь написано. Это книга очень известного автора, которого зовут Стивен Кови. У меня, на самом деле, есть уже несколько его книг. Эта книга называется «Семь навыков высокоэффективных людей». В принципе, название «Всё говорит за себя». Она рассказывает о том, как планировать своё время, как относиться к тем или иным вещам, о принципах, которые хорошо бы себе привить. И книга, на самом деле, я читаю довольно-таки медленно, потому что мне надо действительно вдумываться в каждое предложение, которое я читаю, переосмыслить это предложение и, возможно, даже делать какие-то заметки, что-то подчёркивать, что-то выписывать. Книга, которую я вам рекомендую, если вы любите такого рода литературу, потому что я признаюсь сама честно, мне тяжело читать такие книги. Я действительно на несколько страниц могу потратить 10-15-20 минут, чтобы вдуматься, переосмыслить всё. Я слишком мало ещё прочитала этой книги, чтобы вам её советовать во всех красках, но, насколько я слышала, это очень полезная книга, которую, как говорят, знаете, есть такие списки книг, которые должен прочитать каждый, мировые бестселлеры, и такая книга как бы является одной из них. Но я думаю, если я её прочитаю до конца, мы с вами чуть позже о ней поговорим, и пока не хочу вам лишний раз советовать то, что не дочитала ещё до конца. Ну что, это всё. Это все мои книжные покупки. Я надеюсь, что видео вам было интересно. Это, кстати говоря, первое видео о книжных покупках на моём канале. Напишите мне в комментариях, если оно вам понравилось, напишите мне, если вы хотите больше такого, потому что у меня очень много моих любимых книг, которыми я бы хотела с вами поделиться, но я пока не знаю, насколько это вам всё интересно. Поэтому спасибо вам большое за просмотр, и поставьте лайк этому видео, если вам понравилось, подпишитесь на мой канал обязательно, и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok